Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, бодрыми шагами я направляюсь сегодня на рынок. Я иду сегодня за рыбой, конечно же, в четверг у нас рыбный день. Я иду также за лентами. Сейчас я покажу, как эти ленты я сама ношу, и в конце видео покажу, как я их завязываю. Ленты вот такие, розовый цвет. Сегодня мне не очень подходит, мне бы больше подошел цвет коричневый, допустим, цвет моей юбки, но это единственная лента, которая у меня была, потому что большую их часть я отвезла на море. Раньше я записывала разговорный контент, и эти ленты поверх одного и того же платья, блузки, делали мне всегда разные аутфиты. Эти ленты я искренне люблю, я их искренне всегда советовала, и как выяснилось, многие не видели мое видео, многие, кто пришли после того, как у меня последнее видео про эти ленты вышло. Ну что ж, я на рынке, и снова я вижу красивую обувь. Посмотрите. Обувь не дешевая, она стоит 99 евро, возможно, сторговавшись за 95, вы ее заберете, но это кожа, и это кавалину, то есть это пони. Как вы видите, это собственное производство марка Дан Кальцатуре, и любой в Италии на самом деле можно заказать обувь своего производства. Можно взять какую-то индивидуальную модель, тебе ее сделают, разработают, можешь сам какие-то свои идеи воплотить, если у тебя очень много амбиций, и можешь ставить свою марку практически везде. Если захочу, и не исключено, могу выпускать, например, обувь, ремни, да любую кожу-галантерею, сумки, также под своим брендом Яна Скворцова. Например, на эту пару и на предыдущую я бы с удовольствием поставила свое имя, либо название своего бренда. Вот, кстати, так рождаются бизнес-идеи. Я поняла, что очень многие зрители готовы и хотят купить ту или иную обувь. Речь идет именно об обуви, на нее больше всего спрос, но многие продавцы итальянцы не готовы работать, они не готовы к новым технологиям. Я передаю сердечный привет своей зрительнице из Канады. Она не может заказать обувь, и я знаю, что она не может ее заказать. Я напишу обязательно ей письмо, именно по той причине, что ей просто не хотят пересылать в Канаду. Соответственно, я вижу, что очень многие итальянцы, они не готовы работать в новых изменившихся условиях, осваивать новые технологии. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok В который раз убеждаю, что действительно в Италии, кто не имеет предубеждения перед рынками, прекрасно может одеться и обуться на рынке в том числе. Возможно, не полностью, но какие-то вещи точечно можно купить очень и очень хорошо, очень удачно. Очень мне понравился этот плащ, он выполнен как будто бы из бархата, возможно из велюра, очень хорошо смотрится. Наверняка в магазине мы подобные вещи увидим 25 евро, 25 евро и смотрится очень хорошо. Ну что ж, вот они ленты. Давайте я вам скажу, что эти ленты могут быть и 100% составом 100% хлопок, могут иметь небольшое количество полиэстера. И здесь на самом деле важно понимать, что также вот такая высота, это примерно 5-6 см, это идеальные ленты. Я покажу в конце видео свои ленты и расскажу об их особенностях. И могу сказать также, что вот хлопковые ленты, они очень жесткие. Те, что имеют чуть больше полиэстера, они выглядят несколько лучше, дороже, потому что они блестят, например, у них такой блеск характерный есть. Но там совсем немного полиэстера. Хлопковые ленты, они прям матовые, это видно даже на экране. Они хуже завязываются, потому что они более скользкие. Поэтому, как человек, который эти ленты видел в большом количестве, использует часто, могу сказать, что все-таки хлопок выглядит чуть хуже. Кстати, такая же история с хлопковыми свитерами. Свитеры шерсти в этом же цвете, в этой же модели всегда будут лучше выглядеть. Нужно брать хлопковые. Они жесткие, но при этом они хорошо держат форму, держатся хорошо. Они, кстати, усаживаются, эти ленты, поэтому, если вы планируете стирать, берите на 10 см больше, чем вам нужно. Я обычно беру длину 2 метра. Если эти ленты я завязываю, если я нашиваю, я ни разу этого не делала, но это можно сделать, кнопки, либо специальные застежки. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать. То тогда можно брать, условно говоря, по талии. То есть, опять же, нужно понимать, насколько высоко вы его будете носить, где вы его будете носить. И, соответственно, рассчитывать длину. Вот такая лента у меня, я не обработала края на ней, она длинная. Я периодически обрезаю, чтобы концы были короткие, но это неважно, потому что ленты не сыпятся. И, кстати, хлопковые ленты, они действительно не сыпятся, а те, что с добавлением полиэстера, могут осыпаться. Можно обработать бесцветным лаком, красным лаком. Кончик обрезов аккуратно я тоже показывала. Здесь показывать не буду, это очень просто сделать. Намажьте кончик ленты, лаком он высохнет, и все будет прекрасно. Итак, у меня двухметровая лента, вот таким образом я ее завязываю. И, повторюсь, этот способ мой самый любимый, потому что таким образом ленты чуть больше, она не смотрится куца. У меня в руках лента, возможно, 4 см высотой, либо 3,5, то есть она не очень широкая, но для того, чтобы завязывать, эта лента подойдет лучше. Высокая лента подойдет для кнопок, я покажу сейчас дальше, как их можно закрепить. Утягиваемся, располагаем ленту там, где она должна быть, вот так это будет выглядеть сзади. Один конец желательно оставить чуть-чуть короче, потому что другой вы будете обматывать. Все, завязывайте как будто на узел, но на узел не завязывайте, узел будет соскальзывать. Утягиваете немного, и вот таким образом обматываете эту ленту. Можете обмотать 2-3 раза и спрятать, потому что так называемый узел будет не плотный, вы спрячете под верхнюю ленту. Но я люблю вот так обмотать, побольше красиво будет. И заправить концы аккуратно, сделать это очень просто, я делаю это видео без монтажа, чтобы вы видели, что прям вот все как есть, замотала и пошла. Ленты не разворачиваются, именно потому что они хлопковые, они не скользят. Вот таким образом можно домотать, не буду тратить свое и ваше время, спрячу кончик, аккуратно это можно сделать, и все. Вот таким образом закрепляете ленту. Немного похоже на обе, на японский способ заматывания пояса. Вот так это будет выглядеть, на мой взгляд, очень красиво. Повторюсь, мне цвет не очень подходит, он слишком светлый, слишком розовый baby. Сюда бы подошел мне другой цвет, например, коричневый, как я говорила, либо более приглушенный розовый. Сейчас я покажу вам свои другие ленты, это лента Max Mara. Традиционно эти ленты в Max Mara украшаются бисером, стразами и камнями. И эти ленты раньше продавались вот в таком варианте, их нужно, конечно, отгладить мне. Их можно завязать, видите, кончик просто вот таким образом обработан аккуратно, ничего сложного нет, можно вручную подшить эту ленту. И вот так ее нужно завязать. Можно завязать сзади красивым бантом, можно сбоку, но суть в том, что это бант должен быть. Для меня это не очень приемлемо, поэтому я, как правило, тоже на несколько оборотов закрепляю ленту и концы прячу, чтобы смотрелось как пояс. И покажу вам еще одну ленту, и ближайшее видео будет извиняться, я тоже вам покажу эти пояса. А, нет, я еще два вам покажу, это тоже Max Mara. Немножко видоизменена концепция, как вы видите, здесь больше деталей, но суть в том, что это тоже лента, она тоже хлопковая. Кончик обработан в данном случае кусочком кожи, можно этого, конечно же, не делать, вручную просто подшить, как на предыдущей ленте. Но здесь важно понимать, что вы можете взять самые обычные два кольца из бижутерии, просто купить два недорогих колечка, и сделать вот такой крепеж для вашей не очень широкой ленты. Видите, эта лента, она может быть уже. На рынке эти ленты более узкие тоже были. Вы можете закрепить. Можно найти два прямоугольных крепежа, они продаются в любом магазине, все для кройки и шитья, но можно взять красивые кольца из бижутерии. Из магазинов, допустим, H&M, Mass Market, Stradivarius. Я тоже, когда подобные видео выпускала об этих лентах, показывала эти кольца, и вот таким образом два кольца зашить, и будет у вас очень красивый крепеж. И вот такой получается красивый пояс. Мне, кстати, очень нравится, когда кончик пояса висит, он как будто бы стройнит, знаете. Вы его чуть-чуть вперед сдвиньте, и будет такое ощущение, что у вас тело заканчивается там, где этот пояс спускается, и вы будете смотреться более стройным. Поэтому, если берете ленту более узкую, и будете его таким образом крепить при помощи двух колец, либо двух крепежей, пусть она у вас свисает. Очень красиво. Возможно, в ближайшее время я себе именно такую сделаю. И следующий пояс обошелся мне очень дорого. Это один из первых поясов, который стала выпускать Max Mara. Возможно, я купила его во втором сезоне, как Max Mara выпускала, и стоило почти 200 евро. Это было дорого на тот момент, дорого-дорого, но очень мне понравились эти пояса. Был еще в фиолетовом цвете. Я жалела потом, что на скидках фиолетовый не купила, а этот даже без скидки взяла. Настолько он мне понравился. Вот такие у него крепежи и тоже вышивка. Эти вышивки, кстати, в Италии тоже все в магазине для кройки шитья продаются отдельно. То есть их можно взять и нашить, купить отдельно. И вот такой крепеж. Сейчас попытаюсь застегнуть, но не смогла. В итоге я поверну. Это нужно было сделать сразу. Сбоку крепить удобнее. Как вы видите, это крепеж при помощи крючков и крючков. Это могут быть, кстати, кнопки. В ближайшее время я покажу вам новые пояса в Max Mara, и там будут кнопки. Этот пояс стал мне очень велик. Посмотрите, как сильно я похудела. И я практически его не ношу, но он мне очень нравится. Кстати, на это пальто, вот этот зеленый, очень хорошо бы подошел. Ну что ж, мои прекрасные зрители, вот такое видео у меня получилось. Вот такая обувь на мне и вот такой цвет юбки. И, на мой взгляд, было бы идеально замкнуть образ при помощи именно коричневой ленты. Было бы очень красиво. Сегодня в белом пальто мне рыбу, вот не шучу, на самом деле, без очереди стали накладывать. Поэтому всем желаю ходить на рынок в пальто красивого, яркого цвета. И вообще на рынок нужно наряжаться, как делают итальянские женщины. Не все, конечно, но мы будем приятным исключением для тех, кто продает рыбу. Им же тоже приятно продавать и смотреть на красиво одетых женщин. Кстати, сегодня я получила очень интересный комплимент. Вслед один другому сказал, смотри, какая красивая сеньора идет. Я даже не знаю, радоваться или нет, потому что раньше этот же человек... И про этот случай, кстати, я рассказывала на канале, это было года два назад. А раньше этот же человек говорил другому, смотри, какая красивая рогация идет. Рогация – это итальянская девушка. А сегодня меня назвали вслед сеньорой. Ну что ж, мои прекрасные зрители, всем хорошего настроения. Это была Инна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok